Тут нельзя сказать, что Марк у меня в гостях, потому что я там не думаю. Странсор, да, и они немножко уже не фронт еще. Ну, хотя наяривает тоже на велосипеде. Причь, ты понимаешь, где мы едем? Опять машину, видишь? А что эти ставят у вас? ПАП, парковка, да? Погода. Вот китаяночка, знаешь, китаянок много здесь. Уже поела на веке появляется. Да. А вот сейчас мы к университету подъезжаем. А, Виталий, нам надо где-то тормознуть. Тормози. Ну и что, приехали поставить? Это сырое мясо. Не знаю, здесь немножко отражает, наверное. Это произведение искусства, из мяса. Микрофоны мне нашли. Микрофоны не попали у меня. Мне кажется, Хэнди был в честном. Да. Так, ладно, ребят. Всем привет. То есть, тут нельзя сказать, что Марк у меня в гостях. Потому что я сам не дома, да? Мы находимся в Кёльне. Приехал Марк. Мы тут ездили посмотреть. Хотели на одну машинку, но, к сожалению, не успели, потому что пробки, да? Пятница, пять часов. Как всегда, пробки, штал, как они у нас называются, да? Ну и Марк просто проголодался, говорит, слушай, давай поедем покушаем. И решили мы поехать в один из китайских буфетов, ресторанов. Посмотрим, что это будет. Да, видео там снимем. Ну, самый, короче, который в карте был первым, мы туда едем. Ну, по фотографиям, по отзывам нормально. Там буфет четко все. Мясо жареное там все. Ну, стоит вечерний, получается, буфет. Он немножко дороже, там, на 3-4 евро. Ну, да ладно, все равно это дешевле, например, сейчас мы пойдем в сосиски, просто в сухомятку съедим, ничего толком не поедим, а дадим тоже в 6 евро минимум. Здесь мы заплатим 12, пускай, 13, ну, хорошо покушаем. Вот он, Кёльн, это Вест Кёльн. Да, вот посмотрите немножко. Как бы окраина, ждать, что не цена. Нет, это уже, как бы, уже мы в Кёльн заехали, мы просто были в Пульхайм, как бы мы сейчас, ну, до центра еще прилично, но это уже Кёльн. Здоровый город, миллионик вообще, так сказать, да? Да, миллион, да, чуть больше миллиона, я уже... Вон, видишь, китайская вывеска тоже что-то есть. Ну да, но видишь, не буфет. Ну да, но это не то, что мы забили. Да, буфет дешево, а вот этот китайский там можно заплатить за блюдо, сам знаешь, сколько это стоит. Дорого, здесь хорошо покушать. Так, ну и вот пока мы едем, просто решил немножко вам показать, что да, как. Я в Кёльне давненько не был, хотя я тут живу от Кёльна. Ну, ну очень близко, очень близко. 34, по-моему, километр 35. От моего дома до Кёльна, дом до собора 25, что ли, километров. Да. Ну, здоровый город, да, метро есть. Метро здесь большое, охеренно. Я был один раз в метро здесь. Когда только приехал, мне к нам нужно было куда-то ехать, я вот через Кёльн ехал. Я в метро проехал, у меня на тот момент машины не было. Оно огромное. Франкфуртская, конечно, отдыхает. Посмотрите, сколько велосипедов. Ну, это все, что, если сравнивать с Австардамом, да, это просто... Вон, велосипедистов, нафига у вас. Да, здесь в Кёльне вообще, их же, его уже как-то выбрали. Вон там на перекрестке точно знаю, фотоаппараты будут. У тебя показывают здесь? Да, да, он покажет. Там со всех четырех сторон. Все покажется. Если будет, покажет у меня. Проблем нет в этом. Да, его, в общем, в Германии, там несколько городов. И вот именно Кёльн выбрали, чтобы вот эту вот систему для велосипедов, да, вот эти дорожки все, чисто со светофорами даже, чтобы были дорожки в Кёльне. И этот город, так как сказать, выиграл. А у нас тоже в городе велосипедные дорожки. Ну да, но они именно хотят, как-то по-немецки-то, noch freundliche, для этих велосипедистов. Еще более благоприятнее для велосипедистов. Сделать. Там целые прям дороги, да, где даже машин нет. Такие должны быть. И со светофорами, где, например, велосипедные дорожки пересекаются с автомобильными. Да. То есть такое тоже должно быть. Но я знаю, у нас в Европе, насколько я знаю, самый-самый это Копенгаген, да. В этом плане номер один вообще. Что касается велосипедов. Там, блин, там охренеть тоже. Да, там тоже. Вот смотрите, везде велосипеды, везде. Да, мы остановились прямо на переходе. Офигел. А мне зажали, мне что делать? Ну да. Вот переход, смотрите. Да, вот у них, видишь, своя, здоровая, да, действительно, у них все есть. В этом, в Мюнхене тоже самое. В Мюнхене тоже много велосипедистов, все для них сделано. Прям вот они, знаешь, каждый вот идешь, они прям чуть тебя не сбивают. Там еще, видишь, вон трамвай идет. Так, так же, как и в Мюнхене. То есть, трамвай, автомобили, велосипеды. И плюс еще автобусы здесь ходят. Да, у них тоже своя, считай, да? Да. Обалдеть. Не показывает, их здесь нету. Видишь, у меня не показывает, значит, их нету. Значит, это будет... Может, следующий перекресток. Ну, опять же... Трамвай, смотри, какие. Ты бы видел в Ляптике трамваи сейчас какие? Охренеешь просто. Я видел в видео, когда... А вообще круто. У этого, у Пауля. Туалетом, там, со всеми делами, смуточкой. Не, я видел у него, знаешь, когда он в Кемнец ездил. Ага. Вот там еще хорошие очень трамваи мне понравились. Она тоже там. Очень новая. Трезден. Короче, там вообще мне нравилось. Люди понравились, короче. Вот что мне там понравилось, это люди. Люди другие, чем здесь. Здесь, знаешь, они, грубо говоря, не то, что зашубаны. Они уже злые, они устали от всех этих иностранцев, да. И они немножко уже не фронт лишь. Отлично, например, там. Там они какие-то более другие. Вот так, да, вот. Да, их никого там не забил. Тетя наяривает тоже на велосипеде. Да, ну там совсем немножко нам осталось. Не, ну смотри, видишь, поставили они туда. И опять нам нужно перестроиться. Да, подзабыл я уже немножко здесь. Вот этот кень. В принципе, я понимаю, где мы едем. Опять машина, видишь? А что здесь ставят у вас? Это же нормально, вас нельзя. Вот это я не знаю. Дельзя же ставить здесь. Это же вообще дорога. Но я вижу, вот смотри, ПП, парковка, да. Вот я, ну опять же, да, вот эта Audi стоит. Не, вот им здесь нельзя. Им вообще запрещено. Это вот дорога, на которую ты поворачиваешь. Да, да, вот, видишь, вот знак. Видишь, на тротуаре, вот сбоку, вот как вот эта машина. Можно. Надо вызывать этот стоп хам. Да. А вот тоже, это не наши иероглифы вот здесь? Нам next. Next, а? Вот камера. Да, значит, вот этот перекресток. Не, ну это, конечно, у нас бы такое нельзя. У нас бы сами люди остановились бы и сказали. А это не ресторан, это супермаркет. Не, нам вон там подъемлено за этим зданием. У нас в этом смысле строго. Вот так вот стоят, ты останавливайся, сразу ментам звонишь, приезжают менты, обшлепуются. Сафор, ждать тебе примерно 15 минут. Попробуй на дороге так остановиться. А для них это вон, какие деньги, я так понимаю. Посмотри, там никого нет, велосипедистов. То есть опасно, вот эти велосипедистные дорожки у них, блин, это вообще пипец. Вот смотри, видишь, для буса, да, получается. Угу. По бусу нельзя отъехать, потому что там нормально вайз. Вот движение, конечно, базара нет. Тут большой город, есть большой город. Да, ну мы еще потом, если поедем, куда я тебя пригласил-то, на Кёльн-аренью посмотреть. То есть пока мы покушаем. Там тоже движуха, да, конкретно? Пока мы покушаем, да, это как раз дело к вечеру будет. И вся вот это вот, все движение начнется. Да, сегодня, тем более сегодня, считай, пятница. Да, ну и вообще, пару слов о погоде, да, погода идеальная. У тебя показывает температура? 65, 26,5. 26,5 градусов сегодня. Это очень классно. Смотрите, и я в футболочке, и Марк. Жарко, ты представляешь, у нас лица распаренные. Тепло, да, очень тепло. Балуют нас в этом году октябрь. Ты, так вообще не летом. У нас летом было, в принципе, у нас летом 27, так, да, вот раньше, помнишь? Лет 5 назад. 27, 28, это летом жарко было. Мы считали, что, о, жара пришла, ништяк. Сейчас уже 35, едешь с работы 36, думаешь, о, ненормально. Охереть, поднялась температура. Во всем мире такая, как они делают. А всякие бэхи, бэхи покажут, всякие бэхи здесь. Да, GT. Или GT. Я без понятия. Это вообще новая какая-то, видишь, у меня есть. 500, 20, окей. Моторчик. Да, дизель. Не такой уж сильный, но... Подожди, 20. В 30-е 255, что ли, 258 ПС. В 20-е, наверное, надо. 170, может быть. Да, хватает. Может, 180. Не знаю. Нерабочие, блин. Это социальные дома, нафиг. Вот туннель заезжай. Вот еще написано, Кёль. Так, университет. Вот, то, что я говорил. Ну, это вот они. Не, вот по этому зданию я определяю всегда. То есть... О, полицаи, ну, спереди. Я здесь, знаешь, когда-то я учился на этого. Даже не знаю, как пару сказать. Ну, там все, что с сценами, со светомузыкой связано. Когда концерты, например, или шоу всякие проходили. И мы, то есть, в Кёльне очень часто бывали. Мы очень много катались здесь. Например, автосалон заказывает, ну, например, представляют новый автомобиль, да? Да. И они заказывают сцену. Мы приезжаем, сцену устанавливаем. Все, что связано с светомузыкой, с музыкой и так далее. И приходит их шоумен там и начинает, так сказать, вести программу. И... То есть, поэтому в Кёльне очень такой хороший адрес для нас был. Но это было так давно. Это было, блин, это начало 2000-х. Там, ну, грубо скажем, 15 лет назад. Да, вот там вот, ну, мимо парка проезжаем. Очень много народу. Но, опять же, в связи с такой хорошей погодой. Вот китаяночка стоит. Китаянок много здесь. Уже поела, наверное. Ну, вот, видишь, ближе к китайскому ресторану. Ресторану китаянки появляются. Да. Ну, вот сейчас мы к университету подъезжаем. Если я не ошибаюсь. Там, наверное, одни студенты сейчас будут. Я не знаю. Не, наверное, ну, это все будут. Парочки будут, семейные люди, которые хотят просто пятницу, знаешь, провести. Хотя еще рановато, но, наверное, придут. А что делать? Куда пойти? Ну, опять же, ну, вот это вот на какое-то общежитие похоже. Наверное, студенческое, может быть, даже. Да, велики у всех. Студентам нафиг не нужна машина. Велосипедов куча. Голландия какая-то у вас тут. А здесь как повернуть, получается, за ним как раз. Уже остановка здесь у нас. Вот один стадион есть, но это в Кёльне три футбольные команды. Ну, ты говорил, что футболом не особо. Нет, у вас, по-моему, в Кёльне этот козел. Кёль, да-да, это офис Кёль, это самая большая команда. Потом есть Фортуна Кёль, и есть еще Виктория Кёль. И вот это вот тут, ну, вон видно прожекторы. Фортуна Кёль здесь. А не в третьей лиге. У них, получается, три стадиона своих, да? Не-не, это все разные команды. Фортуна, Виктория, когда-то были... Короче, мы приехали в 950 метрах до этого. Сейчас повороты будут на эту улицу. О, Саринь, Игритянка. Саринь. Вот она, дядя. А вот и стадион. Национальных таких одеяния. Да, вот велосипед на прокат, видишь? И вот тут мы уже по рельсам едем. А, я трамвай не все равно. Вот здесь все тоже так. Вот здесь вот китайский ресторан. О, Юнисеф. Юнисеф. Едер скинт. Едер скинт. Короче, вот это получается сейчас... А парковка... Слышно, сколько магазинов? Я их не раз... А глава парковка есть у них здесь? Да вот смотри, парковки-то мы не найдем вот так вот. Ну, китайский ресторан должен иметь свою парковку? Нормально, Вайзен. Ну, в такой части города, наверное, тоже не всегда. А вот сейчас представь, трамвай пойдет, что делать? В сторону, на велосипедную дорожку. А, вот смотри, на стиральной машинке. Идет, читает. А, да-да, СБ ваш салон. Да-да. Я в Америке снимал такой. Тут что у нас за дискотечный шон? То есть это центр у вас прям целый? Ну, это центр одного из районов. Время 17.50. Самый центр, если заедем, да, где Кёльн дом, где собор. Вот там вообще не проедешь. Ну, там, да, там паркуешь и идешь там. Да, в общем, вот такое видео получится. Дорога в китайский ресторан. Просто немножко хотел показать вам атмосферу здесь. В Кёльне. Вот Мерсик, вот эти, ГЛА, Ашки, класс. Тоже прикольные. Они мало, ПС, у них. А вид у них такой, что они такие крутые. А на самом деле, ПС там по 125, по 130. Я эту сирену слышу, что-то уже секунд 30. Не вижу, где она. Это у меня сирена машина. Это у тебя сирена? А, ну да. Это турбина. Ты же мигалку выставил. Да-да. У меня же мигалка стоит, я же еду. Да, вот университет. Вон сколько всего. Так, нам один и два поворот. Главное, не проехать, а то я могу и проехать. Так, я тебе не мешаю? Нет. Долбанем кого-нибудь, долбанем. Фолькаска. Куда я раз. Само платить ничего не буду. Ну да, молодежи много, смотри, девчонки ходят. Вот камера 70 стоит, видишь, показывает. То есть у Марка навигатор показывает. Вот она камера. Фотоаппараты. Где она камера? Где, 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 где. На перекрестке, как правило? Да, вот здесь, когда тебе камеру показали. А где? А вот он стоит, вот он. Ага. Вот посередине. Старенький, старенький. Ох, еще раз функционирует. Нормально. Смотрю, вот здесь. О, такие дома. Это дома? Да, да, это квартиры. Социальщики, наверное, опять живут здесь. И 100% социальщики. Вон, видишь, наверху балкончики. Ну, я сговорю, социальщики. Ну, внизу магазин, вот, например. Прикольно, смотри, реаль магазин есть. Круто вообще. Ну, смотри, дача. Дачу не надо тебе, дачу? Дача, не, не надо. Дача, это не машина. Вот, автосалон. Велькомен. Еще и открыто, видишь? Да. Ну, дача кто будет брать? Поэтому открыто. Дача, это не машина. Это что-то непонятное. Это, знаете, делают дачу, знаешь? Ну, в румынии же. Румынская машина. Ну, ты сам понимаешь, что это румынская машина. Это, конечно, это... Так и не пойму, но надо еще дальше повернуть. Да, следующий направл. Да, да, здесь вещи. Через 1, 2, 3, на 4. А вот это что, тоже дома? Квартира, да. Вот, C3M. Вот все эти, как их французы. Машину тоже. Как они у них в рекламе? Крептир. Крептир. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, вот. Кому-то плохо стало. Мигалки, как у тебя. Слышишь? Ну, да. Только у него 4 их. А у меня одна и у меня со звуком, а у неё без звука. Я, видишь, хотел такой... Хочу сделать, какfy... Смотри, она что-то развозит. Ага. Виде, SECRET, я хочу такое сделать, как России так. Тур-тур-тур, кряхчить, знаешь. Когда едут в Россия, полиция, здесь такое сделать. Сейчас включать. Офигенно, все скажут, нет еще и такое. Путин едет, блин. Чего такое? Путин, когда проезжает, все. Я тут смотрел, видосик мне прислали Пешеходный переход, да, и мужик Или плетется, да А у него сигнал был, автоматная очередь Он как часанул в поле Прикольно В России возможно, здесь за это тебе так Сделают Я, короче, привез с России, знаешь, это сердечко, знаешь В прикуриватель вставлялось И оно так моргало, так красиво И сзади два стопа Когда нажимаешь, в разные стороны Разбегались лампочки А, Виталий, нам надо где-то тормознуть Тормози Ну и что, приехали, поставили А вот, смотри, же можно А вот здесь можно, да А оно платное или бесплатное? Должен быть пойдет Алюфельгу не по конской Сейчас посмотрим Может быть там, допустим, до восьми платно Да, допустим, до восьми бесплатно Да, ну в общем, 135 марок штраф Один день постояли эти лампочки Сука, первый полицист увидел, как они заморгали Остановил и выписал штраф Ну смотри, ресторан И как раз он сразу портанулись Так, ну и на этом, в принципе, все Всем спасибо за внимание Ну в ресторане потом отдельно Да Так, ребят, вот мы вышли, да, из машины И сразу вот такое вот изделие Это даже вот, ну на мясо похоже, да Я не знаю, мясо это не мясо Что это вообще такое На веревке Да, в общем, вот это вот Каспар Ройтер Ну там мясо И тут, наверное, написано, что же это такое Это он нарисовал Нет, это сырое мясо Мясо Да Это его работа, это из мяса Смотрите Не знаю, немножко отражает, наверное Витрин Это мясо, прикинь Мясо Из мяса Это из мяса Это произведение искусства Из мяса Они что, обалдели? Алис зущен бунт Такое все цветное Здесь сверху написано Его эти Гримписта не арестуют Тут, я как бы не буду переводить Да Ассенштейн, Гросси, Контрасты Он твиттош Так, я сейчас тихо снимаю Виталик А как он будет делать Смотрите На его канале вы видите полосу это видео Правда, на картине И вы угадаете, что это Это вы увидите на его канале, ребят На его видосе Из чего это сделает Да, и вот можно взять, посмотрите Визиточки Вот здесь Да, я представлю камеру Вот так, степу В витрине Может быть, так лучше видно будет Я сразу заподозрил, что это мясо Оказалось, это и есть мясо